всем привет сегодня у меня на обзоре очередной плеер android в бокс от фирмы tanix эта модель tx mini l некоторые и еще пишут tx mini h идет он такой вот коробки я взял версию 2 рам 16 ром потому что меньше смысла нет брать а больше для тех целей которые я беру нет необходимости под ip телевидения хватает и версия 2.16 такой вот дизайн у плеера на который потом никто не будет смотреть здесь светодиод красный синий в зависимости от состояния включен или выключен наш булочок здесь такая вот сеточка под ней датчик для пульта снизу ничего нет даже прорезиненных никаких ножек слот для тф-карты два порта для юсб можно подключать мышки проводные беспроводные клавиатуры веб-камеры микрофоны все это подхватывается и работает на ура с этой стороны у нас вход для питания блок питания идет в комплекте это 2 2 амперный блочок европейская вилка на 5 вольт 2 ампера 5 вольт также в комплекте идет hdmi кабель и вот такой вот пульт кнопки здесь не программируемые порт ethernet очень нужная вещь так как вайфай у него очень слабый если вы покупаете этот плеер будьте уверены что будете его использовать именно по ethernet а не по вайфаю разве что у вас вайфай будет стоять непосредственно близости иначе ничего у вас не выйдет порт hdmi порт твв можно подключить через кабель обычный старый сервисный телевизор кабель дополнительно и тут вот написано sony philips digital интерфейс для цифрового звука но дальше вы увидите что это вовсе не цифровой звук такой вот маленький аккуратненький плеер перейдя по ссылке можно его приобрести у проверенного продавца за 30 долларов когда я покупал он даже стоил чуть меньше там 29 сейчас его смотрю с доставкой в мою страну он 33 доллара то есть цена так варьируется на обратной стороне мы можем увидеть маленькое отверстие это для сброса reset reset перепрошивка либо сброс после зависания и так переходим к его внутренней составляющей открывается плеер довольно таки просто обычным скальпелем аккуратненько поддеваем потому что здесь у нас крепится задняя крышка только на пластиковые клипсы далее плата фиксируется четырьмя саморезами открутив который мы можем посмотреть что у нас тут с охлаждением стоит большая металлическая пластина через нее резиночка которая проводит тепло от процессора с 905w мы видим вот она и причина слабого вайфая как таковой антенны внешне нет все исполнено на данной плате на плате мы также видим что это мини xq тире x2 16 сентябрь девятнадцатого года 2 гига оперативки по всей видимости здесь светодиодик и к приемник вот она в таком исполнении кнопочка reset здесь версия материнки как мы видим плата напрочь лишена спдив sony philips digital интерфейс для цифрового звука что мы хотим от бюджетной приставки такой вот плеер внутри вот когда плеер включен нас здесь светится синий светодиодик когда он выключен то красный сейчас плеер загружается загружаются такими вот картинками уже всем знакомыми при загрузке у нас следующее изображение тут мы видим что включена сеть винчестер кстати поддерживает на 2 терабайта вот он подключен все работает довольно таки быстро в нижнем левом углу можно выбрать город где мы находимся чтобы смотреть погоду нажав мышкой на погоду да мы видим более детальную на несколько дней можно выбрать celsius и фаренгейта это все в стандартной прошивке касаемо пульта нас вот такой вот пульт кнопки эти не программируемые как бывает в некоторых но тем не менее весьма удобно если мышки нет можно нажать эту кнопочку появляется мышка еще раз вот она двигается и можно выбрать необходимые значки также если навести кнопка меню можно заменить кое-какие вот сюда нажимаем меню и можно выбрать какую программу мы хотим там видеть вот поменяли точно также и на этих тоже кнопочка меню и выбираем приложение которое туда хотим установить файл браузер это очень удобно пульт отзывчивый но желательно как бы более прямо направлять видели дать чуть вверх он уже не добивал громкость все это есть цифры мышка сам джойстик вызов музыки меню вот нажали кнопочку музыки мы видим здесь музыку возвращаемся домой веб нажали открываются браузер это удобненько пульт питается двумя элементами 3а маленькие такие пальчиковые батарейки здесь у нас вкладка домой основной экран все приложения которые установлены и настройки настройках тоже можно добавить ярлыки нам необходимое выбрать он добавится так переходим к настройкам дисплей здесь удобно можно уменьшить размер подогнать под ваш размер телевизора минимум до 80 так обычно такие настройки у прошивки тут ничего не сделаешь настройки звука настройка разрешения мы видим все частоты если у вас начинает что-то моргать можно выбрать даже 24 герца конечно это не вариант для использования но некоторые телевизоры просто не поддерживают причем довольно таки солидные марки сталкивались с этим дополнительные параметры это у нас уже стандартные которые мы знаем можно выбрать сеть hdmi язык к этому еще можем вернуться дальше кабель либо у нас кабельное подключение сейчас да у нас стоит кабельное подключение почему потому что здесь вот у меня пять метров до вайфай-рутера и уровень нормальный но как только лезешь в интернет сразу же пишет нет сетевого подключения увы это самый такой большой недостаток этого плеера но если вы будете использовать его вблизи вайфай-рутера либо по сети подключать то проблем с этим не будет кстати говоря о скорости зайдем спид тест и сейчас я вам покажу результаты которые показал нам плеер результаты вот по вайфаю 20 мегабит было среднем это прямо на рядом рядом стоял с рутером и вот по сети 94 мегабита довольно таки прилично но учтите то что я вам сказал по поводу расстояния дальше у нас идут стандартные настройки вайфая к сожалению bluetooth а здесь нет но так как это бюджетная версия о чем еще можно говорить вкладка восстановление сброс для сброса к заводским настройкам либо на откат также можно зайти в обновление попробовать обновить онлайн как правило он таким образом не обновляется надо скачивать прошивку и подставлять ее модель tx3 mini номер сборки версия android 712 и время сколько работает устройство не выключаясь вернулись на главный экран если мышка подвинуть сюда да то мы видим какие приложения у нас недавно включались ну например antutu результат antutu нам показал до 20000 19 с половиной тысяч баллов естественно в рейтинге она будет последним принципе этот плеер отлично подходит для просмотра айпи телевидения или того же ютюба сейчас мы запустим его сразу хочу сказать что 4к на нем будет сложно просматривать но возможно и так вот у нас пошло видео нажимаем другие параметры 4к стоит 4к вот картинка насколько там динамичная сейчас например можно смотреть нет дерганий но бывает достаточно подергивать от мышкой все мы видим что уже процессор чуть-чуть притормаживает но тем не менее за такую цену это неплохой результат тем более что на full hd смотреть можно без проблем а это вполне достаточно для большинства среднестатистических телевизоров после того как посмотрели видео начинаем возвращаться на главный экран и он не всегда срабатывает видно что кэш забита вот сейчас например динамики в картинке нет не хватает ему мощности мы попробуем после этого всего резко перейти cpu z вот нажали домой я уже нажал на пульте домой вот он только что перешел быстренько идем измерить температуру у нас 61 градус максимум я видел на нем 68 ну это стандартная температура некоторые даже до 70 до 73 градусов греются это ничего страшного от этого они не зависают у меня было такое что он сам пошел в перезагрузку после того как его долго мучил на просмотры youtube а всех этих частотах скоростях так у нас тут реклама скорость воспроизведения там количество кадров в секунду выбило у меня да было значит что у нас здесь мы видим четырех ядерный до мали 450 девайс тx3 mini скобочках p 281 молодик относительно небольшое количество программе установил да и вот мы видим доступно у нас чуть больше 10 гигов это тоже нормально система android 712 уже было батареи у нас нету термал сенсоры тоже обаут перейдем в аиду посмотрим там кое-какие характеристики так можем чуть-чуть попользоваться пультом сейчас мы выключим мышку можно было двигаться сразу по по курсорам так вот побежали аида 64 тут мы можем убедиться что версия 2 гига имеет оперативки 16 внутренней памяти мы это уже видели винчестер 900 гигабайт всего да это у нас значит терабайт ник но двушку тоже тянет он на 2 терабайта я подключал это я думал что это на 2 но с этим проблем нет центральный процессор отображение 60 герц нормально сеть мы по вай-фаю сейчас не подключили нет смысла опять рекламка android 17 год security устройство отклонить и температура но вот сейчас например да мы сильно не нагружаем около 50 градусов как я говорил возвращаемся в более детальной настройки пройдемся по ним звук можно выбрать приложение посмотреть удалить включаются сбросить на настройки первоначальные приложения экран переворачивать то есть все такое стандартное хранилище и сброс тоже можно на заводские настройки отсюда сбросить устройство об устройство кому интересно языки языков много андроид 7 что говорить и здесь уже более детальные настройки можно зайти в спец возможности и кто разбирается кому есть необходимость тоже сможет это сделать обычно среднестатистический пользователь сюда не входит теперь подключимся к нашему винчестеру заходим в файловый менеджер и выбираем usb накопитель обычная картина с папками посмотрим как он листает фотографии правда это удобнее будет сделать через галерею заходим приложение выбираем галерею выбираем фотографию и нажимаем тоже кнопочку меню меню запускаем слайдшоу и смотрим довольно таки быстро четко обрабатывает фотография с этим проблем тоже у вас не возникнет теперь перейдем к просмотру видео с винчестера запускаем любой фильм и смотрим как он быстро ну довольно таки быстро начинает показывать перемотка то есть тоже с этим проблем не возникает попробуем зайти в интернет через хром пропустить google mail.ru к примеру ну в принципе довольно таки быстро открывается ооо icq еще есть интересно кто-то пользуется еще погодные аномалии в Молдове какие сюрпризы нас ожидают ну-ка ну ждем снега конечно ждем зима как-никак пульт удобный меню тоже довольно таки красочное информативное пользоваться удобно приятно дальше посмотрим как он подключается у нас к аналоговому телевизору если у вас старый CRT-шный телевизор то можно воспользоваться таким вот кабелем тюльпаны включаем сюда выход ТВ-АВ и подключаем сзади к тюльпанам один кабель на ин-видео другой кабель на ин-аудио мы видим такое изображение конечно о качестве говорить не будем но тем не менее посмотреть кое-что с плеера таким образом возможно как итог хочу добавить что наверно все таки лучше будет доплатить 5-6 долларов и взять уже проверенный TANIX TX3 мини просто ссылка тоже будет в описании можете перейти и приобрести проверенный товар всем спасибо за просмотр подписываемся на канал ставим лайки дизлайки задаем вопросы спрашиваем можем перейти по ссылке и зарегистрироваться в EPN кэшбэке чтобы получать возврат от покупок с алиэкспресса и не только больше подробностей в описании всем удачи пока-пока пока пока не забывайте не забывайте не забывайте